Здарова ребята, это Дима и вы на канале Дистракт. Выкатили патч и сразу же возник вопрос, что же там с метой на мясных патронах. Как никак, урон по выбитым конечностям понизили на 30%. А вот за броневой, кстати, наоборот, немного повысили. То есть, изменения касаются в основном пушек на мясном патроне. И я решил посмотреть, что же там. Погнали. Нам будет немного проще, ведь раньше мы уже делали видос про мясное оружие. Есть с чем сравнить. Взяли вот этих вот добровольцев. Первая проверка ваншотит Лика С-23. И да, она ваншотит. Главное в ноги нормально попасть. Следующий на очереди это Кедр. Раньше для победы ему было достаточно 6 попаданий в одну и ту же ногу. Ну а что же сейчас? И вот проблемка. Попасть с П-7 нужно целых 8 раз. Что не является хорошо. Следующий у нас вектор 45. Естественно на Рипа. Ранее было достаточно 4 попаданий. Теперь же для победы нужно 5. Учитывая, что это вектор, абсолютно никакой разницы вы не почувствуете. У П-90 на Р-37Ф ранее было достаточно 5 попаданий. Сейчас же это 7 попаданий. Возьмем какое-нибудь оружие 9 на 19. Зарядим у Рипа. Ранее было достаточно 5 выстрелов. Теперь же без 6 не обойтись. Ну и последнее. Магнум Картеч убивает все так же с 2 попаданий в ноги. Перед подведением итогов напомню про Бусти. Где своими видосами уже разобрал игру на Атомы. Хочешь прокачать понимание игры? Заходи туда. Изменения никак не повлияло на КС-ку или же Магнум Картеч. А на автоматическом оружии это сказалось вообще далеко не на каждом. Тот же 9 на 19, 45 калибр вообще ничего не почувствовали. И весь удар пришелся именно вот на Кедр. Еще конечно на П-90, но с ним и так никто не играл. А небольшое повышение заброневого урона это своего рода компенсация ТТК. Мол в руки ты умираешь дольше, но зато в руть будешь быстрее. Лагмета не мертва, ее как бы немного подубили. А точнее запретили убивать фулок с кедра. Найс. Ладно, ничего не намекаю, но на твиче бывают стримы. Увидимся.